Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском районе произошло крушение легкомоторного самолета. Есть пострадавшие. В регионе готовятся к мощной волне коронавируса. Причина – новый штамм омикрон. Телеканал «Толк» помог встретиться двум друзьям, которые потеряли связь друг с другом почти 40 лет назад. В связи с возможным ухудшением эпид-обстановки в стране, в Алтайском крае усилят контроль за соблюдением антиковидного указа. В частности, масочного режима и проверки QR-кодов в общественных местах. Такое решение принял оперштаб. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что в первую очередь новому штамму коронавируса омикрону подвержены непривитые, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Так, омикрон активно поражает бронхи и легкие. Причем человек может заражать других уже через сутки. Пока инфицированных новым штаммом в крае не зарегистрировано, но в регионе готовят планы по работе системы здравоохранения с учетом разных сценариев распространения омикрона. Все там сложно. От привлечения людей до необходимости уделения больших объемов финансирования. Дорабатывайте планы, считайте, значит, потребности, какие будут необходимы, выносите, будем по ним решение принимать. В реанимации в Коми два человека пострадали при крушении самолета в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Краевого Минздрава. ЧП произошло сегодня в 11 утра на аэродроме села Старо-Белокуриха. В результате инцидента травмы получили пилот и пассажир. Их состояние оценивают как тяжелое. Они доставлены в горбольницу Бийска. По уточненной информации, легкомоторный самолет, потерпевший крушение, совершал экскурсионный полет. И к другой теме. Акционеры завода Кучук-Сульфат продолжают борьбу за свое предприятие. Генеральная прокуратура намеревается истребовать большую часть акции и передать их государству. Якобы предприятие 30 лет назад было приватизировано незаконно. Жители моногорода Степное озеро в недоумении, как и сами акционеры. Они уверены, что никаких нарушений в процессе приватизации не было. 11 января в рамках очередного судебного заседания ответчики подали встречный иск. Подробности в сюжете. Таких предприятий, как мы, которые приватизировали в 92-м году, куча. Их десятки было в то время. Возьмем тут те же предприятия Рубцовска, Барнаула. Почему у тех предприятий тогда не проверяют сделки по отчуждению имущества? Но напрашивается один вопрос. Потому что те предприятия лежат на боку, целых коллективов уже нет, предприятия просто не существует. А в кучу к сульфате они увидели лакомый кусочек. Мария на заседании суда в числе слушателей. Несколько сотрудников предприятия специально приехали за 300 километров в краевой арбитраж, чтобы присутствовать на заседании. Судьбой родного завода, грады и системы образующего предприятия региона сегодня обеспокоен каждый житель Степного озера. И просто у всех один и тот же вопрос. В интересах кого работает прокуратура? Государство, людей, общество? Либо в интересах каких-то частных лиц? Генеральная прокуратура считает, что приватизация завода в 92-м прошла незаконно и намерена истребовать акции у нынешних владельцев. Ответчики уже трижды аргументированно доказывали, что срок исковой давности, который составляет три года, прошел, чтобы использовать все возможные способы защиты права, заявили встречный иск. Акционеры уверены, есть дополнительное основание для возникновения права собственности – давностное владение. По закону, если после пяти лет собственник не интересуется своим имуществом, лицо, которое добросовестно и открыто им владеет, приобретает право собственности на это имущество. В данном случае этот минимальный срок превышен в шесть раз. И подача встречного иска в основном суде заседания преследует исключительная цель затягивания этого процесса. Наше мнение. Также генпрокуратура отреагировала и на просьбу стороны ответчиков пригласить двух свидетелей – Потапова и Параскуна. Адвокаты считают, что это очень ценные свидетели. Правовая реальность сейчас сильно отличается от 90-х. Руководитель регионального фонда имущества тех лет Сергей Потапов входил в коллегию Госкомимущества. Чиновник такого высокого ранга мог бы многое прояснить о ходе приватизации предприятия, как и Юрий Параскун, прокурор края того времени, под надзором которого и проходила приватизация кучуксульфата. Этот человек может подтвердить, как осуществлялся контроль над осуществлением приватизации, в связи с чем его показания имеют принципиальное и важное значение для обоснования нашей позиции. Генеральная прокуратура категорически возразила против привлечения свидетелей, в числе которых был их же коллега. Ответчики подали еще ряд ходатайств, одно из которых касалось запроса из Госархива списка предприятий, подлежащих в 90-е приватизации. Генпрокуратура вновь возразила, отметив, что предметом иска является не приватизация предприятия, а отчуждение доли государства в нем. Хотя по простой логике то и другое связано напрямую. Мы не связываем вопрос приватизации данного государственного предприятия с тем иском, который мы предъявляем. Это вендикация, требование принадлежащего государству до сих пор пакета акций в собственность ее возвращения. Сроки очень жесткие ставит нам судья. Дело резонансное, сложное, объективно сложное в связи со сбором доказательств. Да и с точки зрения права оно очень сложное. Времени мало, но я думаю, что все успеют. Прокуратуре понадобилось 30 лет для того, чтобы сформулировать свою позицию по приватизации. Мы пока работаем только в условиях двух месяцев. В итоге встречный иск ответчиков суд поддержал. Заседание решено перенести на 25 января. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. От 15 до 80 тысяч рублей получают осужденные к принудительным работам в Алтайском крае. Такие цифры озвучились сегодня в Краевом ОФСИН. В прошлом году ведомство заключило соглашение с группой компании, которая занимается строительством. Она оборудовала одно из своих помещений под общежитие для проживания осужденных. И на сегодня трудоустроить полсотни человек. В будущем осужденных, получающих приличную для Барнаула зарплату, станет почти втрое больше. С учетом открытия справцентра, им в большей степени нужны сварщики. Мы в учреждениях пересмотрели и увеличили количество в ПТУ подготовки лиц на сварщика. Почему те, которые мы ведем, кому подходят принудительные работы, по суду их могут перевести. Мы им даем профессию сварщиков. Потенциально, кто ведет себя хорошо, мы понимаем, что это его перспектива. Барнаульские перевозчики опять недовольны. Говорят, после повышения проезда они стали получать еще меньше прибыли. Все дело в использовании валидаторов. Устройства часто выходят из строя, а комиссия за обслуживание значительно выше той, что предлагают банки. Подробности далее. Безналичный расчет в автобусах и маршрутках – причина недовольства барнаульских перевозчиков, работающих на регулируемых маршрутах. Несмотря на то, что проезд подорожал до 28 рублей, получать прибыли они стали меньше, говорят предприниматели. Это происходит из-за транспортных карт и комиссии за использование валидаторов, которую взимает МУП «Центр Транс». «Транспортная карта стоит проезд 24 рубля. Представляете, это получилось, что нам не подняли проезд, а наоборот убавили. Это раз. Во-вторых, за обслуживание вот этих всех терминальных дел, значит, тоже берут очень большой процент. Там, считай, рубль тоже теряется». Валидаторы им приходится покупать за свой счет. Стоит один 40 тысяч рублей, а приобретать нужно сразу несколько. «Бывает такое, что отказывают, блокируются, особенно бабушки, они начинают сжать всех подряд кнопки, какие имеются. Все, она его так заблокирует, что сам его уже не разблокируешь, надо, чтобы привезли другой и заменили его». А еще аппарат считывает не все банковские карты. Но половина пассажиров, говорит водитель, предпочитает именно пластик. Удобно. «С мелочью надо возиться. А здесь сразу раз и положил, и тут же тебе отчеканили. Проще приложить пластик. А я его купила раз в месяц. Закинула на него денег, пожалуйста. Но только, видите, есть же газели, на которых надо платить наличкой». Такие газели ходят по нерегулируемым маршрутам. Их владельцы сами решают, устанавливать ли в салоне валидатор или терминал. И сейчас признаются предпочтительнее второе. «Первоначально у нас не было такого постановления. Это оно появилось, что только валидаторы без наличной оплаты. Это должно быть только через валидаторы, через мопты с интенсивностью. Мы работали по эквариингу, допустим, с банками. Так у нас доходило до 1-2% всего эквариинга». Вместо 8 с валидаторами. При этом перевозчики признают, за безналом будущее. Но существующую систему нужно доработать. «Чтобы это время не ложилось на плечи перевозчика, просто нужна доплата из средств города до тарифа, до 28 рублей. Раз городская администрация предлагает тарифные планы, которые отличаются от тарифа утвержденного, то они должны компенсировать эту разницу». Планирует ли городская администрация возмещать разницу, пока неизвестно. Мы отправили в ведомство официальный запрос. В среднем до 20 тысяч рублей столько россияне потратили на новогодние праздники. Своё исследование провёл один из российских банков. Половину этой суммы большинство тратили на закуски, салаты и шампанское. Самый дорогой стол накрывали в Москве. А вот сколько барнаульцы, мы узнали у них сами. 7 тысяч, наверное. Большая компания была? Большая. Всех прокормили? Да. До тысяч восемь, наверное. Что было? Было всё. И как обычно салат. То есть ни в чём себя не ограничивали? Вообще никак. Курочка обязательно. Водочка? Нет. Правильно, правильно. Нет. Зачем водочка? Селёдочка. А я в гости приехал. Вообще не потратились? Вообще не потратился. У меня нет салатов. Я одна живу, живу бедно. У меня ничего не было. Гусь самый главный, праздничный. Сколько сегодня гусь стоит? Ну, средний 4 тысячи где-то. А сколько потратили в итоге всего вместе? 10-12. Очень мало. Почему? Ну, во-первых, покупать нечего, всё одна дрянь. Шашлычок, шампанское. А сколько мяса обошлось? Мясо? Да я не считаю. Я себе ни в чём не ограничиваю. Спасибо вам. И вам не хорать. С Новым годом. Всего вам хорошего. И всем барнаульцам, и всем, вообще всем, всем, всем. Всего хорошего. Почти новогоднее чудо. Наш телеканал помог найти друг друга старым друзьям, которых жизнь разбросала почти 40 лет назад. Об этой удивительной истории расскажет София Яценко. В этом её вклад. С неподдельной радостью и не скрывая эмоций, они увидели друг друга впервые почти за 40 лет. Владимир и Михаил познакомились в Минске в институте, когда им было около 30. Завязалась крепкая дружба, вместе они учились, тренировались и путешествовали. А помнишь, когда в аспирантуру поступали, в ресторане, когда сидели, это дело отмечали, и, значит, когда рассчитываться начали, один забыл деньги в торгой, и мне пришлось рассчитаться, а мне завтра лететь, и у меня денег нету, и мне пришлось это занимать ещё. История за историей. Им так много хочется рассказать друг другу. Их связь оборвалась в 1983 году. Владимир после учёбы вернулся в Барнаул, Михаил улетел в Германию, потом в Штаты. Все эти годы друзья пытались найти друг друга, но не получалось. Пока Михаил не увидел сюжет, который выходил на нашем телеканале в августе 2020-го. Недавно он написал нам в редакцию с просьбой помочь найти контакты товарища. Помогла организовать встречу директор школы, в которой, уже будучи пенсионером, Владимир продолжает тренировать детей. Мне вот, правда, до мурашек. Это настолько приятно, когда такие встречи происходят. Мне даже самой хочется встретить ту подругу, которую я не видела 30 лет, например. Какое это будет впечатление? Наверное, это надо пережить, чтобы это рассказать. Но мурашки есть по коже, когда они встретились. Волновался, как влюбленный юноша. Думаю, ну, 300 лет вы не виделись. Это же, помнишь, как в Таллине ездили? Да помню, конечно, в Таллине. Я всем рассказываю, как я ездил и как там они жили. Как за границей жили, помню. Но в Таллине мы были, да. Михаил сохранил записки и фотографии, которые теперь хочет передать своему давнему другу. Кстати, Владимиру 15 января исполнится 75 лет. Такая неожиданная встреча оказалась для него настоящим подарком к юбилею. Ну, я вообще еще не могу, это самое, как в состоянии эффекта нахожусь. Эйфория такая, значит, самая интересная. Ну, молодец, конечно. Ну, я вам благодарен. Елки такое, а. Все-таки это самое, уже под старость лета это. Приятно, приятно такое. Я даже не ожидал. У обоих взрослые дети и пятеро внуков на двоих. Михаил сейчас в Белоруссии, но часто бывает в Москве. Владимир продолжает работать, занимается музеем и не перестает держать себя в отлично физической форме. Несмотря на густую седину, подтягивается и даже показывает приемы. Бросает и... Вот так. Воспитанники не скрывают, здоровью и силе духа тренера можно только позавидовать. Работая сейчас тренером, я до сих пор поражаюсь его энергичностью, как он с нами занимался, как он придумывал, что он изобретал, что он для нас сделал. И пытаясь даже, ну скажем так, хоть что-то повторить, хоть малое, но я понимаю, что это легендарная личность, и поэтому переплюнуть, наверное, будет сложно этого человека. А так, очень благодарен за то, что я попал под его шефство. Так или иначе, жизнь сложилась у обоих. На виртуальной встрече закадычные друзья обменялись телефонами и адресами. И не переставали благодарить судьбу и наш телеканал за настоящее чудо, которое случилось через столько лет. И хочу высказать особую благодарность телеканалу «Толк», который сумел сделать по-настоящему новогодний подарок для меня и моего друга, с которым мы не виделись с 1983 года. И сегодня, за все эти долгие годы, мы впервые услышали и увидели друг друга. Благодарю вас, что вы существуете, что вы есть, что вы делаете такие добрые дела. Барнаульские школьницы выиграли в конкурсе от одной из языковых школ и пожертвовали выигранные деньги в приюты для животных. Наша съемочная группа встретилась с талантливыми девочками, пообщавшись с которыми все еще хочется верить в добро. Это сочинение написала Арина Орлова из Новоалтайска. Именно этот рассказ помог девочке выиграть в конкурсе от одной из языковых школ. В сочинении дети писали о новогодних деревьях. В этой семье новогодний символ необычный. Его пересаживали, однажды он чуть не сгорел в огне. Это кедр, растущий во дворе дома. Она у нас растет в бабушке много лет. Традиция у нас ее наряжать гирляндой уличной. А под новогоднюю ночь или на следующий день отрывать под ней конфеты. Выигранные деньги школьница пожертвовала приюту животных «Ласка». Кстати, семья Арины и сама приютила уже собаку и шесть кошек. У каждого хвостатого была сложная судьба. Кто-то пострадал от рук человека. Этого котенка Арина забрала с улицы совершенно слепого. Неудивительно, что такой ребенок пожертвовал свой приз тем, кто в этом нуждается. Они просто получили деньги, да, и, как мне сказали многие, ой, телефончик купим. А именно на доброе дело, тем более идея такая была уже давно. Ну, как всегда, средств не хватает, и тут такая была замечательная возможность. А это Мария Ульянова. Девушке 16 лет, и она тоже стала победителем этого же конкурса. Выигранные деньги, 10 тысяч рублей, она тоже решила пожертвовать. Только уже другому приюту – бусинка. Была ситуация, когда у нас в подъезде была кошка, чья-то бывшая домашняя, скорее всего. Она сидела в крови. Я обратилась как раз-таки в этот приют, чтобы они помогли отыскать либо старых хозяев, либо новых. А теперь девушка сама решила помочь приюту. Кстати, помимо этого терьера и риски, дома у Марии есть еще кошка, которую девушка недавно приютила. Даже назвала ее в честь приюта – Буся. И, как признается Мария, даже в конкурсе решила участвовать только потому, чтобы хотя бы чем-то помочь четвероногим. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Хоккеисты «Динамо Алтай» устроили настоящую перестрелку в матче против Чебоксар. Барнаульцы проиграли по ходу встречи две шайбы, но смогли собраться и за три секунды до конца матча сравнять счет. О спасении алтайская команда расскажет Дмитрий Дроздов. Если первую встречу в Барнаульце выиграли 4-1, то этот поединок получился весьма непростым. Уже на первых секундах матча вратарь «Динамо» вступил в игру. Много обоюдных бросков и в составе нашей команды дважды отличился Иван Сапунов. По одной шайбе забросили Тамилов и Зиновьев, а решающий выстрел совершил Шадрин. Сравнял счет за три секунды до конца матча. Овертайм победителя не выявил, а по булитам точнее были Барнаульцы. Следующие матчи хоккеисты Динамо Алтай проведут в Саратове против Кристалла. Игры пройдут 15-16 и 18-19 января. А вот у флагмана алтайского баскетбола Барнаул не все так хорошо. Наша команда встречалась с московским ЦСКА-2. Барнаульцы пытались поймать свой мяч и свою игру. Первая половина завершилась лишь небольшим преимуществом хозяев, однако Барнаул совершал много потерь, что привело к легким пропущенным очкам и помогало сопернику увеличить отрыв в счете 93 и наши 74. Команда возвращается домой, где 17 января встретимся с купол-родники из Ижевска. Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком.